Вот что ему нужно? Вот скажите мне, пожалуйста. Вивальдюшка моя. Красотка. Не, я вот отсушила. Видите, какой самый последний цветок. А нафига? Он должен как раз таки дольше всех оставаться. И дебри, джунгли. Вон, видите, че? Ей не поливала ничем таким. Конопашечка какая. Конопашечка с разводами, видите? Який шоколад хочет. Переобуться знает, что маме нравятся хозяюшки ее. Шоколадистые все такие штучки. Ну, че вот. Зачем ты так? Оставим на место. Накроем тут его. Так, вообще я полезла вот за вот этим вот контейнером. Ой, не навернуть бы. Это архидейки, которые мы с вами поливали макбором. Пойдем посмотрим, что там у нас. Друзья, принесла я сюда на кокс. Давайте смотреть. Я вообще полила макбором свой спацефилум женское счастье. И он настолько преобразился, что мне захотелось полить и архидейки. Это предыстория. Если кто-то видео не смотрел, я хочу просто напомнить. Я сейчас сторонник того, что нужно поливать и использовать биопрепараты. Но не минеральные. Почему? Потому что у меня уже есть точка зрения. Я ее озвучивала уже многократно из видео в видео. Есть еще по поводу этого снятый ролик. Можете пройти посмотреть, что минеральные удобрения, они очень сильно засаливают субстраты. Субстраты засаливают грунт и архидейки страдают. Еще есть такое, что не все удобрения совместимы друг с другом. И если кто-то поливал одним удобрением, а потом, допустим, полил калевой селитрой или монофосфатом калия, даже не задумывается о том, что изменение того же PH субстрата и вследствие полива дальше каким-то удобрениям на выходе совершенно другой итог, не тот, на который вы рассчитывали. Ведь я тоже несколько лет пользовалась монокалийфосфатом, и я разводила его минимальной дозировкой. И он хорошо работал на моих орхидеях. И тут как-то вот что-то пошло не так. И мои орхидеи, можно сказать, погорели. Я делала дырки в горшках, просто решетила их, что мне совершенно вот не хотелось бы. И я не приемлю в своих условиях вот эти дырчатые горшки. Почему? Потому что поливать очень сложно мне. Каждые три дня полив это, ну, не для меня. Но мне ничего не оставалось, кроме того, чтобы вымывать вот этот вот весь, промывать, промывать, промывать этот субстрат. Отвлеклась от темы, вот. Но я решила больше не пользоваться минеральными удобрениями, в мере минимизировать этот вопрос и перейти на биопрепараты, вследствие чего я раздобыла ресурсы и заказала себе определенные удобряшки. Собрала, в общем-то, решила все-таки попробовать Макбор, потому что женское счастье очень хорошо откликнулось. Собрала по сусекам, по всем подоконникам, на мой взгляд, орхидейки не самого лучшего качества, не самого лучшего вида, не самого лучшего здоровья. В общем-то, они самые лучшие орхидеи для того, чтобы протестировать вот этот вот препарат, которым Макбор, вы понимаете, магний и бор. Рассказывать об этом препарате я тоже не буду, потому что есть уже видео на канале, как и о магний, так же и о боре. Почему приняла все-таки решение, несмотря на то, что я минеральными не хочу пользоваться? Потому что все эти орхидеи уже требуют пересадки, у них уже очень плохой субстрат. Вот они, высолы, видите, это вот засоленность, что не наесть грунта. И когда такое происходит, если уже и корни-то не обжигаются в таком грунте, то очень неохотно и с трудом растут, закукливаются постоянно и все такое. Я ничего не теряла, я полила эти орхидеички Макбором, зная о том, что пересадки быть в ближайшее время. Ну, давайте так вот посмотрим, быстренько пробежимся. Вы можете пройти в то видео, когда у нас был полив им. И вот прошло месяц, точно прошел. Вот, сказать прям вау-эффект, как вот на женском счастье, я не скажу. Мне кажется, женское счастье, вот прям оно на глазах. Я здесь тоже не вижу ничего плохого, в принципе. Ну, даже, наверное, и неплохо он сработал. Вот, вид такой более, мне кажется. Ну, это надо посмотреть, конечно, для сравнения. И то, и это видео. Вид получше у них. Сейчас вот посмотрим, вот листики растут. Что я еще применяла за этот месяц? Ничего. Больше ничем я их не удобряла абсолютно. Поливала только чистой водой. Это, кстати, орхидея шоколад, кверкал. Ну, вот видно уже, что мох там уже весь такой вот. Ну, есть вот корешочки в росте. Тоже будем его пересаживать. Все вот эти орхидейки я буду пересаживать. Лист растет, есть корневая. В росте ничего плохого сказать не могу. Вот этот товарищ тоже кверкал. Мы его не обрабатывали. Просто я его сюда поставила. Это детка. В одночасье сгноел все корни, хотя корней было много. Не поняла вообще. Их уже не видно. Что вообще случилось. И на пне вот он дал детку кверкал тоже. Ну, а остальные здесь как раз вот обработанные. Ольмахбором. Сверх там что-то такого прям вот. Ну, наверное, нет. Ну, может и есть. Ну, корешочки так вроде вот в рост идут. Напомню, что не самые лучшие орхидеи специально. Тут вот пошли корешочек. Листик пошел расти. Ой, 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 ой. Ну, вот. В росте вроде. Ну, листики. Тут дефектные листики были тоже все. И в пятнышку. И механика, и всякое разное. Вот корешочек. Вон листик. Вам, наверное, еще не видно. Но листик вон там проклюнулся. Ну, вот. Так-то, наверное, если посмотреть, то рост у всех есть. Да? Надо смотреть. Пересматривать то видео. Да, субстрат менять надо срочно. Мне кажется, вот сейчас вот их как раз взять, пока они в росте. Нет, взять от кассы, как говорится. И быстренько их пересадить. Чистые, хорошие субстраты. И они как попрут, как попрут. Пока сильно не поздно, как говорится. Пока совсем не зима. Не, ну, так-то че, так-то, наверное, и неплохо. Тут вообще ничего не вижу. Но листик подрос. Вот что. Вон, поши. Ну, вот это вот, наверное, совсем никаких признаков роста не показывает. Ну, тут вот и есть. Ну, все. Я, по-моему, всех показала вам, друзья. В общем, плохого ничего сказать не могу. Бор еще у нас стимулирует цветение. Ни у кого тут цветоносиков нет. Ну, и слава богу, как говорится. Ну, наверное, наверное, так вот, если рассмотреть, сейчас поставлю. Наверное, все-таки хуже не стало. Он не навредил этот препарат. Ну, прям вах-вах-вах, вот. Чтобы прям хотелось. Наверное, такого прям эффекта нет. Ну, ростовой процесс имеется. Ну, листики, наверное, все-таки более бодренькие стали. Ну, не прям вот, как бы хотелось. То есть, полив имеет место быть. Пользоваться уже или нет, это уже дело каждого. По крайней мере, не навредило. Это самое главное для меня. И не забывайте, что сбором надо быть аккуратно. Вот, у меня уже зарядка садится. Ну, вот такой небольшой обзор. Для вас, мои друзья. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok